Западно-сибирские лайки, крепкие охотничьи собаки среднего размера, внешне похожие на волков. Максимальная высота собак в холке 62 см, вес ориентировочно 23 кг. У западно-сибирских лайк сухой тип конституции. У них крепкое тело с развитой мускулатурой и крепкий скелет. Корпус слегка растянутый, грудь длинная и широкая, спина широкая и крепкая, поясница мускулистая, живот подобран. Конечности крепкие, мускулистые, с овальными лапами. Шея мускулистая, без складок, голова кленовидной формы с выраженным, но не резким переходом от олба к морде. Морда удлиненная, но не узкая, довольно острая, губы плотные. Глаза овальной формы, косо поставленные, цвет карий или темно-карий. Мочка носа черная или коричневая при белом окрасе. Уши стоячие, треугольной формы, подвижные. Хвост закручен кольцом, загибается на спину или на бок, или серпом, касается спины кончиком. Шерсть жесткая, густая, прямая с развитым подшерстком, образует пушистый воротник и очесы, на голове и передней стороне конечностей более короткая. Окрас может быть белым, серым, рыжим, занарно-рыжим, занарно-серым, палевым, бурым всех оттенков. Белый или двухцветный пегий, то есть белый с питными любого цвета из перечисленных исходного сосновным окрасом. Для породы нетипична агрессия по отношению к человеку. Лайки очень дружелюбны, прекрасно ладят с детьми, дружат с другими собаками и даже кошками. У них сильно развито стайное чувство, поэтому они очень привязаны к членам семьи и, особенно, к хозяину. Общительные и внимательные питомцы всегда стараются находиться рядом с близкими и быть в центре событий, а одиночество и недостаток внимания переносят очень тяжело. Несмотря на сильную привязанность и любовь к хозяину, лайки никогда не навязываются и не выпрашивают внимания. Они самостоятельны, самодостаточны и уверены в себе. При этом им неинтересно бороться за лидерство. Они предпочитают благородно следовать за своим лучшим другом, человеком. Преданность хозяину заслуживает отдельного внимания. Западносибирская лайка очень ответственно относится к дрессировке и всегда выполняет команду человека. Если во время охоты хозяин дал собаке неверную команду, а инстинкт диктует лайке поступить по-другому, она пересилит себя и сделает то, что сказал хозяин. Не раз наблюдая такое поведение, многие охотники предпочитают доверять собаке и предоставляют ей большую свободу действий. Лайка – это умная, невероятно смелая собака с суровой внешностью волка, но добрым сердцем. По отзывам об этой породе формируется мнение, что в ней нет никаких недостатков. Западносибирская лайка идеально подойдет активному, энергичному человеку. А если он еще и будет охотником, то из хозяина и четвероногого друга получится совершенный тандем. У западносибирских лайк прекрасное здоровье. Это выносливые и крепкие животные, продолжительность жизни которых в среднем составляет 12-14 лет. Западносибирские лайки неприхотливы и не нуждаются в сложном уходе. Шерсть требует особого внимания только во время линьки. Купать собак рекомендуется только при наличии сильных загрязнений. Заводя лайку, следует понимать, что это активная охотничья собака, которая никогда не превратится во флегматичного диванного питомца. Если вы не планируете заниматься охотой, то лайку нужно будет задействовать в спорте, например, в аджилити. Эти собаки – не лучший вариант для квартирного содержания, в квартирах им душно и тесно. Западносибирские лайки – это охотничьи собаки лесной полосы Сибири и Урала. Их предками были мансийские и хантыйские лайки. Порода была выведена в 20-х годах XX века, а принятие первого стандарта относится к 1949 году. Немаловажно, что западносибирские лайки выводились в условиях жесткого естественного отбора, чем объясняется крепкое здоровье и выносливость этих собак. Человек никогда не корректировал облик и качество собаки, а лишь закрепил ее природные охотничьи инстинкты. Западносибирские лайки всегда считались универсальными охотниками. Они использовались для охоты на разных зверей, от глухарей, енотов до медведей и кабанов. Сегодня западносибирские лайки по-прежнему являются идеальными охотниками. Это самая популярная порода лайк в России. В недавнем прошлом люди называли лайк – северными остроушками. Знаменитый питомец по кличке Соболько спас жизнь своего хозяина. Однажды во время охоты на человека напал медведь. Лайка отважно бросилась на защиту хозяина и отвлекла медведя, дав охотнику возможность выстрелить. К счастью, и хозяин, и его верный защитник остались целы и невредимы.